Все социальные сети кричат о помощи. В Чебоксарах снова смертельный мрамор. Беда в семье Никифоровых. Как помочь и куда обратиться, чтобы узнать свой генетический паспорт в репортаже Марии Шоклевой. Она смеется и не понимает, что особенный ребенок. Что такие дети доживают лишь до двух-трех лет. Что теперь все называют ее мраморной девочкой. Хотя она Кирочка. В три месяца у малышки появилось косоглазие. Потом стал выпирать родничок. Родители забили тревогу. Затем были консультации педиатров, неврологов, нейрохирургов, генетиков. Со снимком рентгена мы обратились к генетикам. И генетики взяли у нас кровь на типирование. 29 декабря перед Новым годом нам сообщают, что диагноз подтвердили. В этот момент весь мир рухнул под ногами. Остеопетроз – генетическая болезнь, при которой кальций не выводится из организма, оседает на костях, делая их хрупкими. Постепенно костная ткань передавливает зрительные нервы. Наступает слепота, потом глухота. Повышенное внутричерепное давление приводит к постоянным головным болям. Начинают страдать внутренние органы. Что касается остеопетроза. Это одна из этнически приуроченных заболеваний, которые характерны для чувашской популяции. И мы знаем, что каждый 30-й, 40-й житель Чувашии, имеющий хотя бы 25% чувашской крови, может быть носителем данной мутации. А все это можно диагностировать на этапе планирования беременности. И к нам приходят молодые супружеские пары, что отрадно. Мы всем рекомендуем проведение обследования на 6 частых наследственных заболеваний. К сожалению, если полно обследовать гене, то сейчас стоит 15 тысяч. Но родители Киры об этом не знали, как и тысячи других людей. Им сейчас важнее другое. Как можно скорее найти донора и сделать малышке трансплантацию костного мозга. Варианта два. Ехать в Израиль, собрав на лечение 18 миллионов рублей, или в Санкт-Петербург. Бесплатно. На лечение в России выделяется республика Квота. Но в России очень плачевная статистика. Нет статистики о реабилитации. И поэтому обратились в клинику Хадаса в Израиле, где успешный опыт трансплантации практически 95%. То есть, получается, вас могут в Россию отправить бесплатно? Могут в Россию бесплатно. И вы отказались? Мы отказались. Светлану Чернову называют мраморной бабушкой. Четыре года назад ее внуку Кирилла успешно пересадили костный мозг. С тех пор Светлана помогает всем, кто боленостея Петрозом. Мысли о том, что собрать 18 миллионов нереально, здесь просто нет. Неправильно, когда родители своих детей хоронят. Это неправильно. Надо подарить шанс. Кира у нас очень крикливый ребенок. Да, она много... Когда была в утробе матери, она очень любила музыку. И прям пиналась. Когда включили музыку. И шевелилась, двигалась. Когда слушала классическую музыку, да, в особенности. Но и сейчас, в данный момент, она очень любит голосить. В будущем Дмитрий и Оксана видят свою дочь певицей. На двери комнаты висит калаш, где написано, что все будет хорошо. И пусть эта кроватка пустует только от того, что малышка спит на заботливых руках. Мария Шоклева, Игорь Зверев, Расиль Мухаммедов, Республика. Игорь Зверев, Расиль Мухаммедов, Республика.